Коллеги, добрый день. Я представляю группу компаний «Атомнордумаж». Это машиностроительная дивизион конференции «Росатом», которая объединяет более 30 предприятий в Российской Федерации, в Украине, Чехии и Венгрии. «Атомнордумаж» обладает уникальными как производственными возможностями, так и серьезной научной базой и широкими компетенциями, которые являются в том числе основой для реализации направления по облеснению водоподготовки. На сегодняшний день в мире существует дефицит трех основных ресурсов. Это разговор о том, при чем тут «Росатом» и «Вода». Эти три ресурсы – это энергия, это продовольствие и это вода. На сегодняшний день в мире облесняется около 30 кубических километров воды. И этот показатель к 2030 году по разным оценкам вырастет до 110 км кубических вводов. Для обеспечения этого производства нужно очень много энергии. В 2025 году дефицит пресной воды составит примерно 2 млрд кубических метров в год. Это значит, что уже сегодня 2,3 млрд человек живут в условиях ограниченного доступа к пресной воде. Из них 1,7 млрд человек имеют доступ менее чем 1000 кубических метров воды в год. Это очень мало. В любых странах Министерство энергетики отвечает за воду. Таких стран минимум 8. Название Министерства на уровне государства – Министерство энергетики и воды. Это говорит о том, что менеджмент этих ресурсов очень сильно взаимосвязан. И те страны, которые живут в очень сильных условиях климатических, где есть большой дефицит воды, серьезно к этому относятся и управляют этими ресурсами одновременно. На карте вы видите те изменения, которые ждут мир к 2030 году относительно сегодняшнего дня. И количество заслуженных регионов будет только расти. Почему Росатом говорит об этих направлениях? Что мы можем, что мы умеем? Росатом имеет очень хороший опыт строительства огонных станций. У нас есть богатый опыт использования тепловой энергии для обеспечения населения. Да, в нашей стране не нужно столько воды, сколько вариантов заслуженных стран. Но во многих наших регионах нужно тепло, которое подается в дома. Первый и единственный опыт в мире интеграции атомной станции Афганистического комплекса был сделан в Советском Союзе на территории Казахстана. На этой карте представлены те станции, которые уже сейчас и многие годы подают в дома населению тепло с атомной станции. При этом мы утверждаем, что в случае конгенерации, конгенерационных решений, когда мы объединяем в один инженерный объект атомную станцию Афганистический комплекс, мы сокращаем потери и улучшаем экономическую эффективность. На данной схеме мы видим поставку тепла в дома. Шестой пункт, отмечен домик. Это дома, это население, куда это тепло поставляется. Предприятие Росатома имеет более чем 45-летний опыт в создании оборудования и оборудования комплексов. Реализовано более 40 проектов по всему миру. Также мы решаем задачи для обеспечения водой собственных станций. Это дает повышенную надежность в эксплуатации атомной станции в регионах с дефицитом пресной воды. И такое решение позволяет расширить географию строительства, потому что в ряде регионов не хватает воды для обеспечения работы энергообъекта. На данном слайде представлен паспорт продукта. Это плеснительный комплекс для производства питьевой воды производительностью до 170 тысяч логических метров в сутки с одного блока. Для примера, вода тех комплексов могут снатвить водой миллионный год. При этом интеграция плеснительного комплекса с атомной станцией позволяет экономить как операционные, так и электронные затраты. Мы серьезно смотрим на этот рынок. Мы понимаем дорожную карту, строительство атомной станции. Мы видим перспективы. Мы формируем на данный момент привлекательные технико-динамические предложения для наших клиентов. И всерьез рассчитываем на развитие этих направлений. На данном слайде представлен технический концепт гибридной технологии. Это лучшие технологии в мире, которые на сегодняшний день используются для объяснения. Аналогичные проекты уже реализованы в мире и неоднократно в интеграции с тепловыми станциями. При этом преимущество данного решения в гибкости и маневренности комплекса преимущество в том, что оно надежно и позволяет работать фактически в любых условиях. Мы открыты к партнерству. Мы общаемся с рядом ведущих компаний по разным направлениям в области объяснительных технологий. Мы работаем в данный момент не только над проектами в части объяснения, но и над проектами в области подготовки, очистки стоков и массовых других направлений, связанных с водой. В этом на бумажке с фронтеромом проектный офис, который называется «Чистая вода». И мы предполагаем в ближайшее время активно выйти на этот рынок. Спасибо. Продолжение следует...